Дамы и господа, всем доброго дня, на связи Руслан Захаркин, вы на YouTube канале Захаркин Крипта. В этом видео мы поговорим про DeFi сектор и как на нем можно заработать и как на нем можно потерять. Перед тем, как я продолжу, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube канал Захаркин Крипта, на мой Instagram, на все мои социальные сети и социальные ресурсы. Ссылки, конечно, будут в описании. Я сейчас нахожусь в Калининграде, это великолепный город, великолепный отель. Потом, когда отсюда уеду, я обязательно сниму определенный обзор, оставлю отзывы. Но в целом город приятный. Много здесь, конечно, криптанов, кое с кем встретился. Ребята молодцы, и крипто-сетевики, и те, кто инвестирует в DeFi сектор, там в щиткоины, в мемкоины, в биткоины и так далее, и так далее. Молодцы, ребята, молодцы, девчата. Сегодня я хотел бы затронуть такую важную тему, как заработок на DeFi проектах, непосредственно на монетах, мемкоинах и щиткоинах. Кто на них зарабатывает, кто на них теряет. Сразу скажу, кто на них теряет. Ну, во-первых, это нетерпеливые люди. Во-вторых, это люди, которые заходят в скам проекта заранее. Их кто-то позвал, быстро ликвидку собрали, до свидания. Ну и в-третьих, люди заходят именно новички. Первый раз, неопытные. Они не знают, что такое DeFi, не знают, что такое SleepPage, APR, API, Staking, PancakeSwap, DexTools, FooCoin, самые разные CX биржи, отличия CX от Dex бирж и так далее, и так далее. Эти люди теряют 100%, ну, практически 100%. Особенно те люди, которые до сих пор не знают, что сильные руки, они всегда выиграют, а слабые всегда теряют. Потом они все равно на верхах закупаются, потому что есть такая история, как эффект FOMA. Синдром упущенной прибыли, синдром упущенной выгоды. Чтобы не быть таким вот человеком с синдромом FOMA, нужно, конечно же, грамотно заходить и грамотно пережидать проливы. Когда цена вроде растет вверх, но кто-то фиксируется, и это нормальный процесс в экономике также. И чуть-чуть цена уходит вниз. Люди начинают продавать, паник сейл, слабые руки выходят. Но потом цена все равно идет наверх, если проект фундаментальный. И люди уже не вот здесь закупаются, а вот здесь. Думаю, что это всем понятно, поэтому пойдем дальше. Кто конкретно зарабатывает на DeFi монетах, если мы не со-фаундеры или фаундеры, если мы обычные холдеры? Это у нас сильные руки, которые умеют ждать, психологически устойчивые. Второе, кто заходит на старте на пресейле. Третье, кто умеет грамотно откупать на проливах. Потому что вот на примере монеты Wednesday Inno, я в нее зашел еще 17 апреля 2023 года, на пресейле попал, или даже 16. 19 апреля 2023 года был листинг на PancakeSwap, дальше DexTools, Purcoin. Есть одна ACX биржа на данный момент, на момент записи видео. Asbit. Я там тоже торговал. Так вот, я зашел на пресейле. Ограничение было антикит. Значит, до 1 BNB на 1 кошелек я спокойно зашел, потом откупал на проливах. И сейчас моя общая инвестиция 15,5 BNB в NSD Inno. Я считаю, что это неплохая инвестиция. Понятное дело, что я получил очень много иксов. И эти иксы не предел, потому что мы ждем и x1000, и x10000. Это возможно. А теперь на примере того, кто умеет ждать и кто вот вовремя заходит. Вот так вот стреляет. Вспомните Floki, Pepe. Вспомните 2021 год. Shiba Inno, DogiCoin. И все это реально. Там BNB Tiger, Crazy Bunny и все-все-все вот эти прочие. Даже токен Хер какой-то был, который тоже показал определенный ресурс и определенный рост. Но, правда, не такой большой, как, конечно, Wednesday и уж тем более Pepe. Вот давайте я сейчас вам расскажу историю, после которой вы сойдете с ума. Кто-то, допустим, зашел в Pepe на 20 долларов и стал миллионером. Кто-то зашел на 250 долларов, ну, через сеть Ethereum в Pepe. Ну и, скажем так, у него несколько миллионов появилось. И это просто жесть. И он потихонечку сейчас фиксируется, сливается. А монетку он залистили на Binance. Вот и вся история отца Григория. Дамы и господа, в этом бизнесе можно заработать очень много. И можно очень многое потерять. Поэтому ни в коем случае кредитные, заемные, последние денежные средства мы не несем. Только свободный капитал и часть своего свободного капитала. Если вы будете грамотно двигаться, если вы будете грамотно фиксироваться, если вы будете думать еще о других людях, не сразу на всю котлету зашли и на всю котлету вышли, а максимум там до 5% за один раз фиксироваться, тогда в тех проектах, в которые вы заходите, все будет хорошо. И опять-таки на примере Wednesday Inn я хотел бы сказать следующее. Мы зашли на старте, плавный рост, почти что 5000 холдеров на момент записи этого видео. Я держу тесный контакт с руководством как раз всей этой истории и вижу полномерное развитие. Посмотрим, что будет дальше. Я гарантии никогда не даю. Мой канал максимально честный. Именно максимально честный. Я не говорю, что завтра будет миллион процентов. Послезавтра Джена Ортега, которая танцует dance, dance, dance with my dance, вот этот танец, что она завтра придет и будет что-то качать. Есть определенные договоренности, есть определенные планы. Я думаю, что многие подключатся к этой теме, но уже очень много инфлюенсеров, как из Восточной Европы, так и из СНГ, начинают качать Wednesday Inn. Поэтому есть большой шанс, есть большой потенциал. Самое главное быть грамотным инвестором. Давайте еще раз подытожим. Это инвестор на опыте, человек, который заходит на свободный капитал, человек, который помогает проекту информационно, человек, который откупает на проливах, и человек, который, конечно же, общается в том числе и лично с определенной аудиторией, для того, чтобы люди заходили и давать грамотную, квалифицированную информацию. Если человек будет какую-то фигню пороть, именно чушь, то никто никогда за ним не пойдет. Вот и все. А если помимо монеты есть еще движение, то это просто прекрасно, потому что монета ради монеты, это все равно будет скам. Либо рано или поздно, все равно будет скам. Через день, через неделю, может быть через месяц. Но в основном такие скам монеты, это фаст монеты. Это буквально 1 час или даже 10 минут, ликвидку там собрали, 10 BNB до свидания. Обычно школьники делают такие монеты, ну мы так называем школьники, скамеры. А люди потом теряют там 10, 20, 30 баксов и так далее, и так далее. Поэтому нужно выбирать наиболее оптимальные для себя монеты и наиболее оптимальные для себя продукты. И кому удобно, там заходим на 5 баксов, на 10, на 100, на 300, на 500, на 1000, на 100 тысяч долларов. Вот на какую сумму комфортно, на такую сумму надо заходить. Никогда не палите свои там кошельки, никогда не показывайте хэши, транзакции, злоумышленники будут отслеживать и так далее, и так далее. Никогда ничего своего не показывайте. Безопасность превыше всего. Телеграм тоже двухфакторная, аутентификация должна быть. Ничего нельзя показывать, абсолютно ничего. Поэтому, дамы и господа, я желаю вам энергии, огромной пробивной веры, безупречной. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube канал Захар Кинкрипта, пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Расскажите мне про свои успехи или неудачи в DeFi секторе. Самое главное, развернуто. У меня были взлеты и падения с 2021 года, по сегодняшний день и сейчас. Но сейчас мы активно, именно на момент записи видео, качаем монету Wednesday. Я думаю, что здесь будет очень хороший потенциал. Ну и, конечно же, рассматриваем для себя новые монетки. А сейчас небольшой бонус. Покажу вам, какая вот гостиница, где я сижу, и где я отмечаю, ну, скажем так, очень удачный месяц мая 2023 года с точки зрения инвестиций в криптосетевые проекты, ну и, конечно же, в монеты DeFi, секторы, щиткоины, мемкоины и в том числе на монете Wednesday. Готовы? Давайте я чуть-чуть покажу. Ну, во-первых, живое здесь. Классная тема, да? А теперь давайте посмотрим вид из окна. Набережная, Калининград, яхта Джордана Белфорда, штативчик, пожалуйста, да? Вот так вот и живем. Всем желаю максимальных доходностей при минимальных рисках. Вы этого заслуживаете. Субтитры сделал DimaTorzok